Скоро новые троллейбусы встретятся на дорогах столицы с маршрутками, водители которых, как известно, не всегда соблюдают правила. Полной них стал рейд администрации Чебоксар совместно с инспекторами ДПС. Цель – выявить нарушения по перевозке пассажиров. В рейде побывала наша съемочная группа. Московский проспект в городе – один из самых оживленных. По нему проходит множество маршрутов, как городских, так и междугородних. В часы пик не только автобусы и троллейбусы переполняются. В маршрутке порой просто не зайти. Форты, Мерседес и Пежо рассчитаны на 18-20 мест. Они подходят для междугородних перевозок. Для города они маловместительны. На сегодняшний раз самая проблема у нас в пассажировке – это маршрутная перевозка, те, которые грубо нарушают повышение количества людей. Которых они перевозят. И на самом деле, сегодня мы еще раз убедились, что в часы пик маршрутные перевозки, так называемые коммерческие перевозки, превышение количества единиц, что она на сегодняшний день наглядно показала. Подобные рейды вряд ли могут дисциплинировать водителей. Максимум, что может грозить водителю маршрутки за подобные нарушения – это штраф в 500 рублей. У меня разрешено 5 человек. У меня 7-8, 2 человека лишних. Они не выходят. Я не могу задерживать машину. У нас же машина. По графике есть. Немало в городе и маршрутов, у которых нет договоров с администрацией города на перевозку пассажиров. Например, 79-й маршрут. Хозяина чиновники никак не могут поймать. Маршрут зарегистрирован на некого из Кварцова, у которого даже нет определенного места жительства. Без заключения договора с администрацией города Чебоксар осуществляют регулярные перевозки. Регулярность подтверждается наличием билета. Билет сколько раз? Пассажиры предъявили. Соответственно, такого установленного маршрута у нас в городе Чебоксар нет. В течение пяти лет в городе планируют поменять инфраструктуру. Маленькие маршрутки планируют заменить на более вместительные и комфортабельные. Только тогда, рассчитывая в администрации столицы, на дорогу Чебоксар настанет порядок. Алексей Иванов, Николай Яковлев. Республика.